Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника математика 5 класс Никольский, номер 919. Итак, вычислите и используя законы умножения. Давайте посмотрим, какие же законы умножения нам нужно будет использовать. Так, у нас есть сумма, есть разность и умножение двух дробей. То есть нам с вами, по сути, я думаю, нужен распределительный закон умножения. Но на всякий случай давайте все законы вспомним, какие мы знаем. Переместительный, сочетательный и распределительный законы умножения. И для суммы, и для разности. Итак, переместительный закон. От перестановки множителей произведение не меняется. То есть если мы возьмем 11,13 и 11,15, мы можем переставить местами наши множители. Далее, сочетательный закон умножения. Чтобы произведение двух чисел умножить на третье число, можно первое число умножить на произведение второго и третьего чисел. Ну, в принципе, у нас здесь, возможно, нам сочетательный закон и не пригодится. Но распределительный закон нам точно пригодится. Чтобы число умножить на сумму двух чисел, можно это число умножить на каждое слагаемое и полученное произведение сложить. И также это выполняется для разности. Итак, начнем с задания А. Что мы видим? Мы видим, что у нас есть общий множитель 48 здесь и здесь. То есть мы посмотрим на наш распределительный закон умножения. И мы видим, что можно общий множитель вынести за скобки. То есть как бы распределительный закон наоборот. То есть от вот этой записи нам нужно перейти к этой. Давайте запишем первое задание под буквой А и попробуем это сделать. Итак, равно. То есть 48 это у нас общий множитель. Мы его ставим за скобкой. А в скобках у нас будет что? У нас будет дробь, на которую мы умножали. То есть это 5,17. Дальше знак, который стоит между нашими слагаемыми. То есть плюс. И вторая дробь, которая осталась 12,17. Смотрите, насколько же проще нам стало с вами считать. Потому что у нас теперь общий знаменатель стоит в скобках. Итак, как мы суммируем дроби с общим знаменателем? Нужно сложить с числителей, а знаменатель оставить тот же. Итак, равно. Равно. 48 у нас пока остается. Умножаем. А здесь у нас получается 17,17. Число, деленное само на себя, дает нам единицу. То есть 48 умножить на 1. Ответ будет 48. Итак, переходим к заданию В. Итак, мы видим, что у нас тоже, хоть у нас есть и разность, но у нас есть общий множитель. Это 55. Его тоже можно вынести за скобки. В скобках у нас останется 7,11. Далее идет разность, потому что у нас минус 6,11. Ну и главное, чтобы, как мы видим в нашем правиле, чтобы РС было больше или равно МН. Ну, у нас в принципе 7,11 это больше, чем 6,11. Поэтому у нас все выполняется. Итак, это будет 55 остается. Что же у нас будет в скобках? Чтобы найти разность двух дробей с общим знаменателем, нужно найти разность числителей, а знаменатель оставить тот же. Это будет равно 55 умножить на 1,11. Как число мы умножаем на дробь? Нужно умножить числитель на это число, а знаменатель оставить тот же. То есть получается 55,11. Ну и, конечно же, 55,11 мы можем сократить на 5, потому что 11 на 5. Ну, я распишу, чтобы было видно, что именно мы сокращаем. 11 и 11. И у нас остается 5 первых или это просто 5. Так, переходим к следующему заданию. Под буквой В. 11,13 умножить на 11,15 плюс 11,13 на 2,15. Итак, мы с вами видим общий знаменатель в каждом слагаемом. То есть мы рассматриваем вот так и вот так. Так, вот у нас есть два слагаемых. И в каждом слагаемом у нас есть общий множитель 11,13. Тогда мы его можем вынести за скобки. Что в первом слагаемом останется в скобках? 11,15. Да, потому что 11,13 мы уже вынесли. Дальше мы ставим знак, который между слагаемыми. Это плюс. И со второй, со второго слагаемого у нас остается 2,15. Равно 11,13 пока мы так оставляем и выполняем то, что находится в скобках. Действие в скобках. Итак, сумма двух дробей – это дробь, числитель которой равен сумме числителей, а знаменатель – сам этот знаменатель. Так, что у нас остается? 11,13 умножить на 13,15. Так, находим теперь. Числитель будет чему равен? Это произведение числителей, а знаменатель – это произведение знаменателей. 13 и 13 у нас сократятся и останется 11,15. Следующая под буквой «Г». Итак, находим разность. Смотрите, снова у нас вот мы разделяем как бы на две такие части. Да, и мы смотрим в каждом произведении, что у нас есть общее. У нас есть 12,19 и 12,19. Вот мы 12,19 и выносим за скобки. Что остается в первом произведении? 23,15 остается. Дальше знак, какой у нас идет? У нас минус, да, мы находим разность. И от второго произведения остается 4,15. Равно. 12,19 пока так и оставляем. Умножить. Находим разность. Для этого мы находим разность числителей. Знаменатель оставляем общий. Будет равняться 12,19 и умножаем на 19,15. Мы видим с вами, что 19 будет сокращаться. 12 на 19 и 19 на 15. 19 и 19 сократятся. А 12 и 13 мы с вами можем сократить на 3. Это будет 3 на 4 и 3 на 5. Троечки у нас сократятся. И будет равно 4,5. Переходим к заданию D. Итак, смотрим снова на наши слагаемые. Вот у нас одно слагаемое и второе слагаемое. Что у них есть? Ну, просто общее. А общее у нас у них 5,14. Значит, выносим этот множитель за скобки. В скобках остается от первого слагаемого 22,21. Дальше у нас идет знак плюс, который между нашими произведениями. И плюс 20,21. Замечательно. Снова общий знаменатель. Нам не надо даже приводить к общему знаменателю. Все уже сделано за нас, скажем так. Да, когда мы правильно вынесли за скобки. Так. В сумме дробей это будет, значит, в числителе. Это сумма числителей. А знаменатель – это общий знаменатель. Что мы имеем? Мы имеем 5,14 умножить на 42,21. Равно. Итак, ставим. У нас будет 5 умножить. 42 мы с вами можем расписать как 14, умноженное на 3. Можем? Можем. То есть вот это у нас 42. И здесь все оставляем без изменения. 14 у нас сокращается. Хотя мы видим, что появилась троечка. И в принципе мы сразу можем 21 разложить на 7, умноженное на 3. Так ведь? Да, это наш 21 я напишу. То есть троечки у нас тоже сократятся. Что у нас останется? В числителе у нас останется только 5, а в знаменателе у нас останется только 7. То есть 5 седьмых. Это и будет наш ответ. И последнее задание под буквой Е. Итак, смотрим на наши. Я снова вот так вот отмечу, чтобы было видно, да, куда мы с вами смотрим. Вот эти два таких вот у нас произведения. И общие у них есть 1, 2. То есть 1, 2 мы выносим за скобки. В скобках остается 47 одиннадцатых. Дальше у нас идет разность. 25 одиннадцатых. Равно. Так, 1, 2 у нас остается. Находим разность. Для этого мы находим разность числителей. И знаменатель остается тот же. Равно 1, 2. А здесь у нас получается 22 одиннадцатых. Равно. Так, единица. 22 мы можем записать, что это 11, умноженное на 2. А здесь у нас 2 и 11. И мы видим, что это у нас все благополучно сокращается. То есть в числителе у нас остается единица. И в знаменателе у нас тоже остается единица. Потому что мы делим и числитель, и знаменатель на 2, умноженное на 11. То есть на 22. Если 22 мы разделим на 22, у нас останется единица. То есть 1 первая. Это равно единице. Вы можете не писать 1 первая. Я просто это пишу для тех, кто не совсем понимает, откуда же берется единица. И почему равно именно единица. Ну вот и все. На этом задание мы с вами решили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы или комментарии, оставляйте их под этим видео. А я с вами прощаюсь. До следующего задания. До встречи.